всем привет привет вы на канале урокоделий и меня зовут елена так что же то я вам показываю такое вот что это у меня катюша здесь занимается видите чем выкладкой мозаики и видимо то ли она то ли может багдаша рассыпал всю мозаику вот тут вот она лежала не мозаика вот эти вот бисеринки да вот катюша выкладывает вот такую вот огромную картину не передается как она блестит на самом деле картина большая вот стол вот моя рука относительно моей руки картина большая открою секретик эту картину начал у нас выкладывать папа загорелся прям так желанием и и все а катюша видела что она лежит я не давала трогать какой беспорядок и в общем я говорю катюша оставь пусть лежит она горит нет хочу можно и было поделаю в общем красками пока мы рисовать точно не дадим потому что тут очень мелкие детали нужно очень аккуратно осторожно а выкладывала на картины уже не первый раз она умеет поэтому мы разрешили бы выкладывать картины а краски потом что же я тут разложилась показываю катина переключаясь на своем хочу отметить что сегодня у нас 2 3 марта 3 марта и девочки совсем не хотелось ничего снимать ничего делать ничего вязать но я все-таки заставляла себя это делать так как понимала что бездарно как бы бездарно проводить время я просто не могу я потом себя буду ругать и жалеть почему я как бы ничем не занималась вот дня 2 я вообще не вязала для 2 у меня была какая-то перезагрузка вот ничего не хотелось делать но я все-таки говорю заставляла себя делать так показываю я участвую в проекте клубочек упал потом подниму участвую в проекте так сейчас в общем мы вяжем аксессуары с анютой цвет не передается цвет бордовый такой цветных хотя может и передается даже не могу сказать точно света нет здесь я не включила свет в зале в общем вяжу проект вяжу в проекте в конкурсе у анюты вязаный стиль от анны я у него про него уже по моему говорила и последнее видео я снимала дня три назад наверно там где-то я в общем что-то я показывала против и ставила маркер и за три дня я продвинула вот столько вот этого бактуса вяжу бактус по мастер-класс анечки также вот и я девочки хочу показать вот это вот слаймы у меня ребята баловались слаймами да я поняла что слаймы никак не отстирываются ничем не убираются может быть кто знает хитрый секретик как можно убрать слайм с вот они играли вот на этом столе и видим этот у них попадало что-то от слаймов и он засыхает и прям становится мертвый он даже ничем не убирается ничем не оттирается и на одежду когда попадает куда-то тоже одежда прям дубовая становится от слаймов неприятная ситуация но я не могу ничем это все убрать вот я провязала вернусь к этому бактусу провязала вот столько от бактуса я за три дня вот это получается вот столько да значит вот столько сейчас я уже пошла на убавление бактуса вот буквально сегодня недавно убавляю бактус вот так какие-то тут крошки непонятные убавляю бактус теперь уже начала раза три наверное я уже сократила или 4 и сейчас конечно пойдет вязание быстрее потому что мы же ряд становится меньше и и быстрее вяжется также вот видите прям тут бисер тоже лежит у катюши не бисера вот чем она выкладывает и также коробочку такую я присяду даже коробочку такую от тортика я не выкидываю она мне тоже бывает нужно я начала вязать приготовила начала вязать хочу что-то нового у меня вяжутся еще и мои другие вещи так как бы игрушечки которые я вижу вот эту игрушку я начала тоже наверно дня три назад я ее вот за это вот проект провязала буквально за день и все и больше пока не хочу вязать что я вижу какую я игрушку нашла это у меня был распечатан мастер-класс это был распечатан мастер-класс я его нашла в своих отделочках по моим так автор анастасия вохмина вохмина правильно я прочитала нет в общем это зайка лу и овечка нюша два в одном автор анастасия вохмина да по-русски живот есть в общем здесь можно два варианта вязать либо это получится у тебя овечка такая классная катюша у меня увидела грудой какая она интересная в общем в таком виде можно связать это получится овечка у нас да и зайка я я сейчас вижу и даже не понимаю что мне больше хочется связать либо зайку либо овечку связала я уже уши так ну я в общем все что мелкое связала два уха они у меня просто тут сложены как бы смотала я это наверное хвостик потом передние лапки я не довязала потому что тут надо набивать и потом закрывать их я оставила закрывать буду позже не было с собой наполнителя нижние задние лапки тоже я связала тоже не набила не набила и не закрыла их пока потому что нужно набить потом уже стянуть все и начала также я вязать голову туловище ну пока еще вот на этой стадии мне все замерло я сейчас стараюсь вывязать связать побыстрее вот этот вот свой вот этот вот свой процесс потому что он мне нужен на подарок я хочу сделать подарочек одному очень хорошему человеку на 8 марта и мне нужно я из такой был большой клубок прям я обалдела вижу вижу он все меньше 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 он очень приятный материал очень классная пряжа не колючая вяжется как по маслу знаете у меня спицы не как бы не фирменные а простые обычные дешевые но даже на них очень приятно вязать и деле получается вообще не колючие после стирки мне кажется она еще вот классно класснее я никогда не вязала из этой пряжи но по отзывам я знаю что он она хорошая это подарочек я напомню это от маргариты герасима мне приходил подарок я помню она спросила что ты хочешь попробовать ну как бы в подарок что-то конкретное может быть прислать я говорю как раз она тогда вязала набор для своих дочки сына и дочки зятя вернее и внучки набор такой как бы три family look было что-то я не помню и вот именно из такой пряжи из такого цвета она вязала в одну нить это очень тонкая пряжа она наверное 500 с лишним метров я точно не помню сколько и этикеточки нет у меня я сказала я никогда не пробовала fine хочу попробовать alizella goldfine наверное да я правильно называю помню что fine значит она тонкая вот как бы я когда пришла эта ниточка ко мне подумала как это маргарита вязала такой тонкой ниточкой в одну нить такие изделия как бы у нее классные связаны вот да сейчас начинаешь вязать и да она довольно таки хорошо вяжется и она плотная на них как бы не дырявчатое полотно получается хоть и здесь у меня вяжется без узора как бы платочной вязкой да но все равно получается классно после стирки все это выровняться ничего не вот никаких неровностей видно так поэтому вяжу прям вижу с удовольствием наслаждаюсь и не хочу даже переключаться вот даже не хочу на игрушечку пока переключаться потому что это мне нужно закончить как можно быстрее постирать еще все приготовить я вот еще думаю либо я буду делать вот знаете висючки такие как бы как называется бампушки только под длинными такими хвостиками буду я на края делать и на серединочку или так оставлю так тоже довольно красиво смотрится я у а не видела завершенное такое изделие так за это время я что еще делала по-моему больше ничего и не делала мы так с ребятами что-то такое помогала ему картина тоже тут я я не помогала я просто ей достала катюша она сама все выкладывать надо прибраться кстати наверное кто-то просто из пакетика скорее всего высыпал пакетик открыт и надо помочь ей все тут прибрать чтобы она она любит она прям сидит и может даже папа спрашивает ну как бы сережа спрашивает а где катюша куда делась я говорю на картину выкладывает ее так завлекает она так сидит вообще подолгу может сидеть вам у меня уже голова устала шея как бы вниз наклоняться либо какую-то подставку и улькать не получится никакую подставку потому что она же картина там как она она мой сейчас переверну вот она как настоящая картина уже готова ее можно потом повесить будет вот поэтому на подставочку ставить ее можно испортить просто вот так вот и давайте я сегодня если что-то еще поснимаю в течение дня вернее повяжу в течение дня может быть что-то еще мой глаз выберет повязать вот то я тогда конечно же буквально вот одного дня вложек такой сделаю покажу чем я занимаюсь куда я пропала и не было в планах то очень много с 1 марта вообще по-другому вести канал немножечко ну пока пока еще не знаю если youtube оставят и все было как прежде то я конечно буду продолжать здесь а если нет то тогда я наверное оставлю ссылочки я завела каналы на яндекс цен и на как там 2 канал рутуб да но я там особо не продвигаю я там не очень понимаю как бы еще до мало там бываю сама у меня там некоторые видео залиты уже но они повторяющиеся с как бы с ютуба там я в основном мастер-классы туда заливала болталочки нет потому что некоторых болталочках я говорю и ссылочки на девочек там даю туда-сюда а как я там там ссылочки я там пока еще не умею пользоваться в общем если что я буду на рутубе и на яндекс цен вот в телеграм я тоже есть но я там ничего не создавала никаких страничек если нужно будет конечно же я наверно что-то придумаю создам что-то интересненькое придумаю поэтому все вяжем по вяжем и так сегодня у нас 9 закончила я вязать посылку такая вот она у меня получилась цвет интересный не передает немножко камера и вот такой итоговый вариант у меня получился не взвешивала пока сколько ушло пряжи но больше двух моточков точно это пряжа файн вот мне нравится всего вяжем по вяжем пока пока